приветствую вас ребятки так ну вот мы уже в городе орков да давайте сейчас бегаем по баррику к арене уж просто по идее за каждый новый бой да будет давать все больше золота там я куда вознаграждение опыта поэтому наверное это для нас сейчас повторюсь на единственный такой нормальный вариант чем еще можно заняться вроде бы покруче мы стали по идее должны уже заточить с этим хартом во всяком случае с остальными орками тоже мы даже с элитными уже справляем справляемся правильно поэтому думаю должно получиться все таки как ни крути но потом на натуре поищем этот портал вдали на теней до принципе больше я какие-то особых таких вариантов не вижу такого начать вспомнить где-то арена находится по моему это как-то вот так вот нам надо идти да да вот что-то как-то так да где-то тот портал потому что я помню еще в прошлой версии возвращение его всегда очень долго искал и скорее всего что сейчас будет то же самое потому что я так помню что там что такое должно быть но толком как бы не помню да так и я кстати уже и забудь и арен находится так а ты еще не продаешь этих чуваков да не у него шкуры волка когти а вот призыв край то да вот есть расход маны 20 кстати реально ничего не стоит они стоят 10 золотых блин чуваки мы себе призыв край то купили надо будет потом обязательно затестить да интересненько только бы арену больше вспомнить и находится я что-то я не могу вспомнить а вот вы там вот да должна быть арена все отлично блин круто кстати скрайтом интересно будет попробовать да но если конечно буду мне еще работать то что я даже и не знаю так это не надо поговорить с хартом чтобы его вызвать или с тем самая салфан и моркован побазарить я вспомнил да так братан уркан тебя звать да у тебя да 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 вот он говорит пойди поделись с этим дебилом мы берем сразу же наше радемеса копье становимся где-то тут а да ну и 5 приколы дебильные абсолютно дал то что ты должен ты минут как тут правильно так вот стать блять нахера им еще меч этот вернул да а нормально еще это клетка да если ты клетки нихера не вижу получается она меня слепит блять такой приписан с ним драться в этой клетке что называется да зачем я очень меч ему отдал от капец до чуваки без меча конечно с ним было бы намного легче драться ему тот меч вернул но мы справились полторы тысячи опыта ни хрена себе чуваки да в плане опыта нехило я сразился с март муж кура черного тролля кстати вот это хорошая награда на самом деле до шкура черного тролля кстати первого раза справились с хартом согласитесь до шкура черного тролля нихрена себе это очень даже неплохая награда то есть потом продадим то когда надо будет шкуру натуре басперу продавать не затыкать они вроде бы тогда дороже продаются так у него только кошелек можно пытаться украсть это 12 процентов понятно кстати чем без меча он что где-то там меч уронила не поднял что ли вроде бы его не вижу а вот да меч харта кстати прикольно мы его еще в паре теперь сможем а он стоит 85 золотых между прочим нам нам пригодится до квест мы все равно уже сдали так что пускай интерес дубинкой тусуется от придурок так что здоровье никак блин не восполнится давайте может чем-нибудь сожрем там к примеру о давайте да из черных грибов по хлебочку дернем дома ну еще и на 1 по 8 заодно отличненько так ну что кто-то следующий у тебя на очереди мне нужен новый боец и человек получите его уртрок быть один из лучших воин уркана он бить так сильно что мог убить человек с один удар теперь скупать на арена он ждать тебя уже он ждать тебя уже так ну что сохранимся может давать во второй только слот сразу до что потом заново с ним не базарить одеваем значит наше копье вратам о ой блята это не эта херня а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, надо просто не спешить, блядь, да, всё, успокоиться, не спешить, то есть ничего сложного нет, просто тоже задротские бои и тоже не спешить, и всё. Блядь, на ровном месте пропустил удар, пиздец. Давай, давай. Давай, давай. Ну, давай, давай, давай. Ты же у нас крутой, блядь. Тебе и карты в руки. Вот это прикол ещё заёбистый, да, ты ставишь блок, блядь, но урон по тебе всё равно проходит, это такой пиздец, это, блядь, так раздражает, это вообще жёстко просто, пиздец. И ещё больше раздражает, это вот то, что ты должен встать вот в какую-то определённую точку на этой арене, чтобы он начал с собой, да, вот, блядь, пока ты там не станешь, боя не будет, нихера. Пока что нормально, у нас даже полный запас здоровья, ребята. А у него уже половины нету. Правда, опять начало тормозить игра какого-то хрена, блядь. Блядь. Да, блядь, да как так-то? Блядь, да это какой-то пиздец, ну вот уже почти его завалил на ровном месте, блядь, что первый удар пропустил, что второй непонятно как пропустил, блядь. Блядь, ну такое задротство сделали из этой ебучей игры, ну это пиздец, блядь. Блядь, ну такое задротство, ну нахуя ему было делать 2 миллиона хп, ну блядь, ну пиздец, ну блядь, ну. Ой, блядь. Я же почти он уже был готов, то есть, к сожалению, оставалось ему нанести 2-3 удара, блядь, я вот на родном месте, нахуй, как-то, блядь, потом пропускал вот это, блядь. Пиздец. Вообще, можно его так завалить, что он тебе даже ни разу не коснет, да, ну вот как-то и живут, блядь, что первый удар пропустил, как-то непонятно как, что второй, блядь. Это регенерация изучена здоровья, ну блядь, здоровье регенерируется очень медленно, это просто пиздец, как медленно, блядь. Пиздец. Ну да, все, это пизда мне пришло, да. Ну да, это. Так, когда ты, блядь, уже в этом режиме присмерти, что называется, там вообще уже драться нереально, блядь, такой медленный становится, что пиздец. Я завышу 4, лучше бы они уже сделали, что ты просто дохнешь и все, вот нахуй делать этот режим присмерти, вижу, с ним драться вообще невозможно, блядь. У тебя скорость минимальная, все минимальная. Это можно с таким режимом, можно быть еще затащить, там какой-нибудь бой против гоблина, там возможно, да, там, блядь. У кого-нибудь вот такого, блядь. Но не против орка, тем более элитного, блядь, у которого, блядь, 2 миллиона хп, там, ну или сколько у него там, блядь, 1020 хп, я не знаю, блядь. Просто заебывает немножко, да. Ну ладно, давай опять, как в прошлый раз, мы тогда дрались, просто не будем спешить. Это заебывает дикого, это задротство, ну, блядь, игра просто как бы сделана под задротов уже, хуй с ним. Ну давай, да, блядь, давай. Зиг Хайль свое делает, да, блядь. Еще лагать опять начало, блядь, как меня заебали эти лаги, это пиздец, блядь. Вот самый ебанутый прикол в игре, это эти лаги ебучие, блядь. Вот с какого хуя оно тормозит, ну, блядь, это пиздец. Какие должны быть, блядь, у компа системные требования, что, ну, не, у этой игры, блядь, да, вот вообще, какой комп вообще заточен под эту игру, да, чтобы она у тебя не лагала. Это я вообще, я хуй знает, какой у тебя должен быть, наверное, компьютер, чтобы она у тебя не тормозила, блядь. Наверное, игры в 2018, блядь, вернее, блядь, в 2050 года выпуска, наверное, будут не так сильно тормозить, как это ебучее возвращение, блядь, нахуй. Ну, серьезно, это пиздец какой, ну, как так можно было сделать, блядь, коряво, блядь, что оно все такое лагнутое, нахуй. Сука, так через жопу, нахуй, сделать, блядь. Вот это, блядь, поиграл, поиграл бы, перезайди в игру, чтобы было хоть как-то возможно в нее играть, потому что, я же, ну, такие лаги начинаются дикие, блядь. Пиздец, блядь. Может, мне, блядь, две видеокарты, блядь, ктулху видеокарты, блядь, да, блядь, с четырема гигами, нахуй, блядь, памяти ставить, блядь, чтобы в это говно играть. Или, блядь, оперативки надо не 32 гигабайта, да, блядь, а, блядь, 100, нахуй, или я не знаю, сколько, блядь, чтобы в это парашу, блядь, ебаную играть, блядь, нормально, без лагов, блядь, да? Ну, вы, блядь, скажите, блядь, может, я просто не знаю, да, вы скажите, может, надо, блядь, купить, нахуй, блядь, вторую видеокарту, блядь, да, купить оперативки, чтобы меня, блядь, не тормозило. Ну, блядь, да, тут же, тут же же графон, не въебаться, вон, смотрите, какие, блядь, текстуры, нахуй, блядь, 2050 год, блядь. Да, вот я перезашел, ну, это, короче, весь смысл, да, 9, ну, я даже посмотрел, я отснять успел 9 минут, и она начала у меня тормозить. То есть это такой геймплей, вы поняли, да, 9 минут поиграл, перезашел в игру, 9 минут поиграл, перезашел в игру. Офигенный геймплей, да, ребята? Это геймплей моей мечты, 9 минут поиграл, перезашел в игру, 9 минут поиграл, перезашел в игру. То есть о чем еще можно мечтать, да? Блядь. Вот опять поспешил, я же тут, главное не спешить, просто я начинаю спешить, вот, быстрее его поубивать уже, да, наконец-то. Из этого вот пропустил опять вот на ровном месте этот удар, и вот, ну, второй уже тоже. Тупо основная стратегия, это в тупую вот задротствовать, да, вот, блядь, один удар ему сделал, отошел, и все, не спешить, блядь. А я вообще-то с теми начинаю спешить, потому что меня дико заебывает, блядь, одну и ту же хуйню делать миллион раз, да, и, конечно, блядь, хочется уже поскорее его убить. Блядь, как ты заебываешь этими блоками, блядь, ну такую-то уже ли что-то делать, или ты ебанутый на голову, блядь. Не всегда удар срабатывает, блядь, нажимаешь ему, делай боковой удар, он стоит, блядь, ебанутым, щелкает. Ой, блядь, давай, блядь, ну, ебаный, куда-то тебе встать, надо, что ты, да, чтобы у тебя скрипт сработал, блядь. Сука, ты знаешь, был такой долбоебизм сделать, а не игру, блядь, а? Блядь, нобелевскую премию по долбоебизму надо давать за такое, реально. Не Не Ну да. Надо, наверное, попробуем, может быть, еще пару раз, потом, наверное, придется ставить паузу и просто уже увидимся, когда я ему более-менее хп снесу, потому что это еще, наверное, часа на три или на четыре, не знаю, затянется, да. Такой пиздец, блядь, а. Вот в боксе, наоборот, говорят, не прижимайся в угол, да, а то тебя закалашматит, что называется, да, а здесь, наоборот, получается вся стратегия, это именно прижаться к углу, ну, к стенке, да, потому что по-другому, блядь, просто тут никак не вытащишь. И даже так, в принципе, вытащить не очень-то легко, может, сейчас получится, не знаю, ну, хотя не хочу каркать, потому что в прошлый раз у нас тоже неплохо получалось, помните? А потом, блядь, два удара на ровном месте как-то получили. И вафельный торт. Ну, реально, еще дико раздражает то, что у них у всех тут здоровья хер знает сколько, или у них просто защита от оружия такая высокая, я не знаю, но это просто капец, да. Ему меня надо долбануть два раза, и я дохну, да, и мне его надо долбить, я хер знает сколько времени, ну, засаните, блядь. Да не уж-то, блядь. Вот реально, сколько раз я его долбанул, чтобы его одолеть. Я сразился с умраком. Уркан не верит своим глазам. Человек победит сам умрак. Да, и это было непросто. Тогда теперь человек становится Мордар, лучший воин великерина братов. Сильнее него, тут не быть больше никого. Очень много сила, очень много чести и уважения. А где моя награда? Вот, человек получить грах-шах, самый ценный награда, которой только быть у него. Интересная вещица, а для чего она? Человек очевать ее и смотреть. Уркан думать, что человек это сам понять. Так, мы, значит, прошли Орен Лорков, он нам дал грах-шах какой-то там. Ну, и где он, блядь? А, может, это вообще какой-то амулет? А чего он нам дал, нихуя нему понять. А вот, грах-шах, припал как в силе 20, символ Мордара, лучшего воина орков. Так это, типа, как пояс? Хер его знает. Ну, сколько у нас сейчас сила? 75. Так у нас же так и было, по-моему. А как его одеть, я не могу понять. Хорошо, да. А, это, типа, как пояс. А, ну, хотя, смотрите, у нас есть ремень с силой, который 10 повышает, теперь у нас прибавка к силе 20, то есть, соответственно, у нас сила 95. Правильно? Ну, да, и, то есть, нам еще на пятерку раскачать силу, то есть, теми же эликсирами и прочим, и мы сможем уже пользоваться одноручным серебряным мечом. Ну, да. Кстати говоря, да. Мы-то, конечно, оденем кушак тени, да, это понятно, но вообще прикольная штука, на самом деле, то есть, да, это то, что мы, в принципе, искали, действительно, спасибо оркам. То есть, теперь можно спокойно продать ремень силы, да, и реально вот вкачать силу еще на 5, а мы уже можем на 2 поднять, благодаря эликсиру, да, как бы вот, да, и нормально, и все, мы сможем пользоваться, наконец-то, этим одноручным серебряным мечом, просто одевая эту хрень. То есть, это уже, в принципе, ну, действительно кое-что. О, так, что где там наш лук, Якуус? Невозможно. А, я помню, надо еще доспех одеть, да. Доспех, а теперь уже можно одеть Якуус. Да, все хорошо. Сохраняемся. Фух, ну что ж, прошли мы арену орков, ну, такое, в принципе, вознаграждения такие, да, сложно сказать. Пояс реально хороший, шкура черного тролля хорошо, много опыта получили, действительно, да, там. Ну, а во всем остальном, в принципе, ничего особенного. Так, нам теперь надо найти этот портал в гребаную темную долину, вернее, долину теней. Вот тут реально проблема. Я просто напомню, серьезно, даже не помню, где она находится. То есть, это надо будет сейчас, может быть, выйти из игры и поискать, да, там, где-нибудь, там, в каких-нибудь видосах или где. Тоже, честно говоря, такой момент немножко маразматический, как по мне, да, ну, вот какого хрена было ее так прятать. То есть, почему нельзя было этот портал поставить прямо, допустим, возле того же Уртрава, да, вот у него за спиной, то есть, блядь. То есть, вот зачем, да, вот было вот так вот это делать, что она где-то в какой-то пизде находится, да, там, не пойми где, блядь. Такое что-то придумали, вот серьезно, да. Я помню, что в прошлую версию Возвращения Жу играл, я ее, блядь, в портал искал, хер знает сколько времени там, и нашел как-то чисто случайно, что учась я бегаю, хер поймешь, хватить, и вообще нужно. Ой, может, это вообще не здесь, да, где я вот сейчас бегаю, может быть, это вообще где-то не здесь. Вот какая-то решетка, но это не то, явно, да. Орг-шаман, да. А, вот, кстати говоря, вот этот прикол, выключатель, чтобы открыть решетку. Вот, аж, правда, живиться нечем, там только сундуки, а нам их все равно не дадут пообыскивать, да, поэтому, в принципе, смысла там, как бы, тоже нет. Слушай, может, нам вообще надо как-то пройти к этому главному орку, и уже как-то оттуда можно будет добраться. Ну, очень порадовало то, что мы этого Крайта купили, да, вот потом, как только, так сразу же его применим, мне просто вот реально интересно, как это будет выглядеть. Я просто даже не помню, где и предводитель этот орков находится, а вот, предводитель, по-моему, где-то вот здесь вот, да, вот этот подъемщик. А, нет, ни хрена не здесь. Ну, да, я же знаю, проблема, что я не помню ни хрена, как куда попасть. А, вот, наверное, вот, да, вот, предводитель, вот так. А, вот, смотрите, вот есть левее какой-то туннель, да? А, ну, тут просто какой-то домик, да? Угу. То есть тут явно не будет. Он весь прикол, что даже как-то говорит, портал находится там-то там, то, ну, блядь, вся фишка получается в том, что он так объясняет, что ни хрена, как бы непонятно, вот где этот портал. Может быть, в натуре где-то недалеко от самого вождя. Ну, хотя, вроде бы, я тут ничего не вижу, никаких поворотов. Ну, вот, а вот что, они, они тоже не поворот. Ну, да, получается, тут негде, да, что тут. Так, а тут никакого рычага нету, да, чтобы, допустим, за те двери попасть. Ну, да, я тут никакого рычага, короче говоря, не вижу. Просто по логике вещей, да, ты должен как-то выйти от этого предводителя, правильно, повернуть куда-то и попасть, куда тебе нужно. То есть, блядь, по логике вещей, оно должно быть, это недалеко отсюда, но вот где... Ну, вот где, это прям вопрос года какой-то, да. Ой. Ну, что ж, ну, радует, мы уже и арену орков смогли пройти, да, все-таки, как ни крути, это тоже здорово. А он не написан, у меня, допустим, в дневнике, да, там, месть уртрава. Попасть туда можно через телепорт, который находится в одной из пещер города орков. Блядь, охуенный совет, конечно. В одной из пещер города орков. Ну, все предельно ясно, блядь, да, то есть, найти будет очень просто. Ну, с этим он какой-то шаман стоит, да, с палкой, может быть, вот амут. А хотя, это ж не ворота даже. Правильно, что это вообще такое? Ну да, это просто какая-то хрень. Блядь, что называется, и догадывайся сам, да, где вот эта вот пещера, присоутая, в которой находится этот ебучий портал. Зачем так было усложнять? Почему нельзя было поставить его где-то, блядь, прямо возле этого уртрава, эти ворота поставить? Да и всё, вот зачем, блядь, было вот так вот всё усложнять? Потому что хер поймёшь, куда тебе нужно идти, чтобы, блядь, попасть к этому порталу. Кстати, по-моему, раньше же этого крайта не было, да, если я не ошибаюсь. По-моему, реально раньше не было. Это вот только сейчас вот он появился, потому что мы, по-моему, сюда же подходили, смотрели у него товар, и у него не было там никого крайта. не мешало бы промочить горло так это мы опять пришли к этому предводителю бы мы кругами бегаем капец поэтому долбоебу бы еще не мешало бы промочить горло оказывается новый пипевка надо чего дышно купить да и стрел мы 5 на тратили я жубы на дни убытки да это капец какой-то так давайте попробуем может быть как-то вот так вот еще вниз сюда сбегать она этаж к шахте то есть тут тоже тоже точно не будет этой пещеры правильно кстати можно теперь пустят в шахту как думаете когда я уже стал этим по хотя там говорили что он вроде бы да надо пройти на этот квест мне вроде бы как говорили на этого демона и тогда тебя вроде бы пускают шахту ну да видите тут даже нету такого диалога ну да он не юзается окей 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 ушки ну туда тут нема ни хрена короче говоря блять ведь куда него засунули а и просто натуре а больше то и толком и некуда тут разве что там идет шаманы тусуются но вроде бы я и там не помню что там что-то такое было да а больше просто натуре там счастливый коридор но там этот кузнец и по моему там ничего такого больше и нету вернее правый коридор да тут же этот кузнец дорога к этому кузнецу и помню то даже больше натуре ничего интересного и нету ну да вот там вот кузнец тут просто какая-то пещера с этими братишками да тут еще одна пещера с братишками да то есть как бы где эта пещера это мы отсюда пришли да вроде бы или нет ну да или нет ну да 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 отсюда а вот еще какой-то поворот смотрите а это же чужих выходу блять вот держу его догадывайся где она находится это пиздец ладно натуре это сейчас буду ставить паузу искать я не знаю что делать просто серьезно вот блять ну вот зачем вижу я не понимаю вот почему нельзя было как эту блять пещеру быть ведь просто поставить уже чтобы ее не надо было искать для 3 часа до зачем надо было так вот поебанута будет от расставлять ушу хоть поймешь как туда попасть бить абсолютно да непонятно блять вот просто пиздец какой-то а чё такое этот домик или чё это может это и есть эта пещера а я понял она просто не прогрузилась ясно да вот тут ходи же бы три часа ищи где она может быть блять пиздец а карты города орков а хотя я даже если она есть я снова мне не раздуплюсь да но там нету там шахта то есть вот у нас получается только один вариант это вот куда-то вот сюда тут тоже без вариантов ты звучал получается вот ну где-то вот начиная вот отсюда когда ты идешь вот где-то должна быть здесь эта пещера вот один вариант это к вождю так айчи такой вот да один вариант это к вождю этому пройти но нам туда явно не нужно правильно другой вариант вот куда-то вот сюда но там мы тоже по-моему ходили да там только домик дальше у нас обычный домик тупик то есть нам нужно по-любому идти как по направлению к арене насколько я понял да ну да других вариантов просто даже нету так только что-то я это направление к арене не могу найти значит потерялся опять ну да я что-то опять круче я потерялся а вот наверное да это они тоже к выходу да вот нам так вам потом как она лево надо поворачивать да вот эти вот так вот по моему этому будем выходить корень и по моему так вот и сети через край то в тему тоже были блять только что ну ладно вроде так да так 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 вот да вот арена сушенера натуре там где-то тут порталу и блять который нас туда портирует я так понимаю что никуда не бред ну других мест просто нету вот наверно вот реально где-то вот там потому что тут у нас у арены тут кругом тупик тут некуда проходить то есть ну вот идем в портал так в портале у нас есть прямая прямая дорога вот сюда вот так вместо с сундуками две пещеры пустых так блядну и бреда ёбаные просто ладно так вот хорошо вторая пещера давайте запомним то должен быть арк шаман и элитный черный орк воин да что мы потом туда опять просто не пробили не приближали вторая пещера смотрим так опять просто с сундуками хрень и две обычных пещеры до так третья хрень тут у него с два стражника стоит я ваху и буду из я такая не найду эту пещеру это просто будет такой пиздец я реально буду просто ваху и а пока что все к тому идет хуй узнает и искать короче честно ребят я что-то блять какой пиздец блять ну то что блять ну просто ну блять ну какие долбоебы это просто пиздец у меня нет слов это по-моему по кругу будем ходить и сейчас пойдем сюда да напомню просто из одного он начинается да и в другой выходит надо быть таким ебнутым да блять вот так вот спрятать эту пещеру ну блять на рынке дятел что ли и полный блядь ну да это и жуа там мы уже будет с получать мы все эти тоннели осмотрели тряну почему было блять как-то просто не положить эту пещеру чтоб ты блять не заебываясь да вот пошел вот хуяк пещера портанулся пиздец ты на месте вот нахуя было ее в какую-то пизду засовывать для дала что блять блять это пиздец просто воде она может быть блять я в ахуе просто где я еще не был блять пацаны объясните мне внутри ну каким надо быть ебанутым на всю голову чтобы вот такую хуйню запороть внутри ну блять надо просто пиздец блять просто какой-то лютый пиздец вот ему почему нельзя было как-то взять блять и поставить эту пещеру так что бежу ну и легко ее было найти вот зачем было блять какую-то хуйню блять непонятную придумывать я хуй его знает где что я не я не знаю натуре сейчас придется короче выходить из игры до искать какое-то видео блять и я хуй его знаю что делать там учитаю для я не я не знаю но это конечно пиздец редки даю жу блять почему нельзя было как-то просто блять вот вижу поставить за телепорту зачем надо было же у так вот его блять пиздец вот блять ну нет просто слов вот серьезно просто нет слов блять чтобы описать весь этот долбоебизм ладно давайте я сохранюсь да в этом месте и пойду блять из искать какие-то видеоролики обучающие да как найти блять ебучий телепорт блять давайте чуваки блять это пиздец ребята оказывается что эта херня еще и находится где-то рядом так вот так вот потом походу вот так вот блять я нет а вот вот вода вот этот туннель ой ладно я ничего не буду говорить блять я просто пройду по этому туннелю на общину 5 ну почему вот так вот дал почему нельзя было просто поставить это рядышком при этом пиздец я помню я прошлый раз когда проходил возвращение его тогда из кого-то тоннель хер знает сколько времени да блять и сейчас тоже блять не знаю сколько времени потратил чтобы он найти то есть минут такой бред это капец так у вас тут еще по тысячи чуваки перед тем как отправляться в долину тени и может у вас тут есть чем поживиться о ну вот что то есть хоть какая-то шкура волка даже шкура варха даже да как раз долларов немножко раз добудем правда шкура варха конечно особо не продаж прямо скажем тем не менее хоть какая-то копеечка так врачи саркофаг но он типа не обыскивается до я понял зачем его вскрывал тогда что не совсем понимаю ну ладно хрен с ним так тут грибочек есть даже два грибочка да то есть мы крышку открыли а зачем мы ее открыли не совсем понятно может это просто типа такой стиль да вот типа ты можешь открыть крышечку типа так сделали там по приколу чисто по фану да и не более чем пока что самое ценное что мы здесь находим это шкуры варха в блюд шкур троллей вы парочку найти бы да вот это я был бы конечно счастлив а так не особо я радуюсь да но и грибочки в принципе парочку грибочков наши тоже хорошо грибочки нам всегда приходятся очень очень полезная штука да 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 так тут еще грибочки вижу точно вот как минимум один и тут еще вот есть да тоже отлично зашибись грибочки так портал нам заставить где-то тут да вот один пьедестал и вот второй пьедестал за одно наш инвентарь разгрузим да потому что очень стрёмная эта штука с инвентарем ну что же открыли по портал по крайней мере это радует здесь сейчас игра вылетит или нет нет не вылетела отлично можно теперь нормально вооружиться копьем рады мы сада ночью отличненько на самом деле я же просто вся фишка в том что мы здесь реально сможем неплохо прокачаться неплохо срубить бабуа а это реально именно то что нам нужно по большей степени ну а там я же просто дойдем до туда докуда сможем как только уже не сможем передвигаться тогда уже и хрен с ним да и уже короче говоря тогда будем так там скелеты должны быть это я помню да и тогда уже короче говоря будем там чем бы другое делать про ничего не знаю пока что да ну что-нибудь придумаем я уверен чем только одни что ли был ой блять это чё за хрен там орг скелет ребята блять это гениальный ход как можно быстрее заводить твой едущего до копейщика да орг скелет это реально гениальный ход конечно блять он кстати крутой какой-то пиздец зацените у морг скелет круче чем сам орг ну кстати я сделали очень прикольно надо дать должное да он реально очень прикольно зле он то есть не банально как они все в этой игре делают да в этом модификации в это вернее да блять на шар умер да не банально а вот он реально как бы выглядит как действительно скелет орка и это круто я сначала вообще обосрался да он так со стороны выглядел стрёмно реально да этот скелет орка и она даже стиранул маленько да многовато три скелета сразу надо как нара по одному по выманивать до ну или там по двое не знаю максимум вода начнем с бойца этот копейщик немножко подосрал честно говоря да копейщик меня больно сильно потрепал получается да этим жутко подставил так это уже скелет орка хорошо это конечно это скелет черного орка воина потому что обычный ворка воин конечно убивается намного проще а этот наверно точно что скет черного орка воина потому что очень тяжело он убивается и нас легко убивает ну и дерется тоже как гоблина ну тоже раздражающий момент то что здесь орки реально начали драться как гоблины дают блять это так бесит то есть раньше был только один соперник такой бесящий это были гоблины да они бегали из стороны в сторону из-под тишка тем мочили теперь принципе все так дерутся до практически люди ящеры и орки блять с кем не делись все так валятся и это конечно реально выбешивают копейщика вальнули не знаю на хоть половина хп чтобы завалить этого орка он зато за скелет орка нифига себе 525 опыта ой с него 2 2 с него падает нифига себе смертозуб с него падает две косточки зелье какое-то смертозуб так и тут еще какой-то кошель если да и за скелет орка конечно опыта побольше дается так у смертозуб где так понимаю что это проклятая рубила с него все еще падает смертозуб да это короче говоря силы надо 110 моего по идее можно будет продать райнару что очень хорошо и тут еще есть у нас по идее этот саркофаг я так думаю да не саркофаг не зайца есть сундук начнем заново влево вправо вправо влево вправо 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 влево вправо влево вправо 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 влево влево 70 золотых стать неплохо ну что ж давайте мы на этом наш выпуск ребятки закончим а в следующем тогда будем пытаться но я же просто попытаемся по максимуму эту долину зачистить нам в основном это нужно сделать ради денег да нам нужно раздобыть как можно больше бабища чтобы обучиться языку некроманта креола да ну а там уже будем смотреть что дальше да потом возможно а то ли попытаемся перебить их ищущих возле глаза и носа возможно попытаемся уже подраться с этим придурком с спящим хранителем и зачистить парочку шахт да со сферами возможно попытаемся подраться с демоном еще в этой главе ну а уже потом будем переходить следующую да у нас мир знаете какая задача на эту главу язык некроманта креола изучить зачистить хотя бы две шахты и убить того демона вот наверное у нас на эту главу такие вот планы как бы вот ну да на этом все я вам ребятки как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока